За десять минут дошла. О, театр, как ты штат и как ты молод. О, театр, как ты тихо и как ты громко. То ты вдруг умер, то опять воскрес. То Бог в тебя вселился, то как будто без. Дорогие друзья, я рада вас всех видеть здесь, в нашей Центральной Библиотеке имени Горького, в этот замечательный, в этот красивейший праздник, Международный день театра. И позвольте мне поздравить вас с этим праздником. И если жизнь игра, и все мы в ней актеры, то пусть каждый из вас выберет ту роль, роль по душе, и сыграет ее безукоризненно и блестяще. Театр — это огромный океан, волны которого вдохновение, талант и творчество, дарящий людям радость от встречи с прекрасным искусством. И эта радость возвращается по неведомым нитям к актерам, заставляя их создавать каждый раз новый, неповторимый спектакль. Великая Фаина Раневская говорила, «Я не признаю слово «играть». Играть можно на скачках, в шахматы, в шашки. На сцене надо жить. Театр — это жизнь. И я вижу, что наш театр уж полон, ложи брещут. И я с великим удовольствием приглашаю на эту сцену заслуженного деятеля искусств Республики Карелия, поэта, писателя, большого артиста и друга нашей библиотеки, журналиста, художественного руководителя театральной молодежной студии «Кредо». Николай Аплодиславович. Добрый день, наши дорогие зрители. Добрый день. И хочу поздравить вас с Международным Днём Театра. Как говорил виссарион Григорьевич Гринский, любите ли вы театр? Вот этот вопрос я сегодня хочу задать всем вам. И жду от вас однозначного ответа. Итак, любите ли вы театр? Да! Вот теперь я слышу, что вы его любите. Вот для того, чтобы попасть в театр, нам нужно приложить много-много труда, усилий. И всё это мы делаем в нашей студии театральной, которая работает при театре «Лэзи Кредо». Сегодня вы увидите молодых, ну, может быть, ещё не артистов, они ещё не волшебники, только учатся, но тем не менее, они прошли уже определённый курс обучения, и сегодня у них дебют. Они сегодня в первый раз выходят на сцену. Поэтому поддержите их своими аплодисментами. И я думаю, что у каждого из них будет большая, светлая, театральная дорога. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, это так, для настроения, чтобы весь концерт был... АПЛОДИСМЕНТЫ Был с хорошим настроением. Театр — это... прекрасно. Театр — это эмоции. Театр это слезы и это радость. Театр это все оттенки, какие мы знаем в жизни. Все оттенки переживаний и чувств мы испытываем и в театре. Но прежде всего, конечно, это эстетика прекрасного. В театре мы учимся прекрасному и безобразному. Что принимаем и что отвергаем. И вот сейчас вашему вниманию будет представлен монолог из романа Джека Лондона «Мартин Идин», где устами главного героя говорят о прекрасном. Что такое прекрасное? Давайте послушаем вместе Мартына Идина в исполнении нашего молодого актера, ну еще может быть не актера, но будущего актера. Данила Абрамовна. Красота полна значения. А этого я прежде не знал. Просто воспринимал красоту саму по себе. Будто она существует безо всякого смысла. А теперь понимаю. Вернее, еще только начинаю понимать. И понимаю, что она такое. Трава. Понимаю всю скрытую алхимию солнца, дождя, земли, благодаря которой она стала травой. И от этого она теперь, на мой взгляд, стала еще прекраснее. Ну, браво же, в судьбе каждой травинки есть и романтика, и даже необыкновенные приключения. И сама эта мысль, она волнует воображение. Браво же, когда я думаю об игре энергии и материи, об их потрясающем единоборстве, я чувствую, что готов писать это о травинке. Я чувствую эпическую поэму. Во мне столько всего, о чем я хочу рассказать, но все это так огромно, и я не нахожу слов, не могу выразить, что там, внутри. Иногда мне кажется, что весь мир, вся жизнь, да все на свете поселилось внутри меня и требует. Будь нашим голосом. Я чувствую, но не знаю, как объяснить. Я чувствую, как это все огромное, а начинаю говорить, и выходит детский лепет. Для чего трудная задача? Передать чувства или ощущения вслух или на бумаге такими словами, чтобы тот, кто читал или слушал тебя, ощутил то же, что и ты. Это великая задача. Вот сейчас я взрываюсь лицом в траву, вдыхаю я запах, и он повергает меня в трепет. Будет тысяча мыслей и образов. Я вдохнул дыхание самой вселенной. И теперь мне внятают песни и смерть, свершение и страдания, борьба и смерть. И в Москву родились картины. Я не знаю, откуда они родились, может, из дыхания травы. И я рад бы поведать о них вам, миру. Но где мне? Я косноязычен. Вот сейчас я попытался дать вам понять, как на меня действуют дыхания травы и... Не сумел. Получилась какая-то нескладная торобарщина, а не высказанная. Она у меня душит. И это немыслимо. Никакими словами не передашь. Браво! Пятигорск. Город поэтов. Мы гордимся великими именами. И наш рассказ сейчас от Сергея Есенина, который приезжал в 20-м, в 24-м и в 25-м году в наши края. В 24-м году, приехав на Кавказ и остановившись в Батуми, Сергей Есенин встретил потрясающей красоты. Это была Шаганет Альян, который Есенин посвятил целый цикл стихов и назвал их «Персидские мотивы». Сейчас на эту сцену выйдут два самых маленьких, самых молодых наших артиста. Они трепетно все это готовили и очень-очень сейчас волнуются перед тем, как выйти на сцену и прочитать Есенина. Поэтому поддержите Есенин. Руки милой пара лебедей в золоте волос моих ныряют. Все на этом свете из людей песни любви поют и повторяют. Пел я когда-то далеко, и теперь пою про то же снова, потому и дышит глубоко нежностью пропитанное слово. Если душу вылепить до дна, сердце станет голыбой золотой. Только тегеранская луна не согреет песни теплотою. Я не знаю, как мне жизнь прожить, догореть ли в ласках милой шаги, или под старость трепетно тужить о прошедшей песенной отваге. У всего своя походка есть, что приятно уху, что для глаза. Но если перс слагает плохо песни, значит он вовек не из шераза. Про меня же из-за этой песни говорите так среди людей. Он бы пел нежней и чудесней, да скубила пара лебедей. Отчего луна так светит тускло на сады и стены хоросана, словно я хожу равниной русской под шуршащим пологом тумана. Так спросил я, дорогая лала, умолчащих ночью гипарисов, но их рать ни слова не сказала, к небу гордо головы завызев. Отчего луна так светит тускло на сады и стены хоросана, и луна, отчего луна так светит грустно у цветов, спросил я в тихой чаще. И цветы сказали, ты почувствуй по печали розы шелестящей. Лепестками розы расплескалась, лепестками тайно мне сказала, Шагане твоя с другим москалась, шагане другого целовала. Говорила, русский не заметит, сердцу песнь, а песня жизнь и тело. Оттого луна так тускло светит, оттого печально побледнела. Слишком много виделось измены, слез и мук. Кто ждал их, кто не хочет? Ну и все ж вовек благословенный, на земле сиреневые ночи. Глупое сердце, не бейся, все мы обмануты счастьем. Не ищешь, просит участие, глупое сердце, не бейся. Месяцы желтые чары льют по каштанам в пролесть. Ларе, склонясь на шальвары, я под чадрою укроюсь. Глупое сердце, не бейся, все мы порою как дети. Часто смеемся и плачем, выпали нам на свете радости и неудачи. Глупое сердце, не бейся, может и нас отметит рок, что течет в лавине. И на любовь ответит песнею соловины. Глупое сердце, не бейся, жизнь не совсем обманула. Новый напьемся силой. Сердце, ты хоть бы заснула. Здесь, на коленях у милой, жизнь не совсем обманула. Глупое сердце, не бейся. Я спросил сегодня у меня, что дает за полтумана по рублю. Как сказать мне для прекрасной лалы по-персидски нежное люблю? Я спросил сегодня у меня, легче ветра, тишебанских струй. Как сказать мне для прекрасной лалы слово ласковое поцелуй? И еще спросил я у меня, сердце робость глубже притая. Как назвать мне для прекрасной лалы слово ласковое поцелуй? И еще спросил я у меня, сердце робость глубже притая. Как сказать мне для прекрасной лалы, как сказать ей, что она моя? Я, и ответил мне, меняла кратко. О любви в словах не говорят, о любви вздыхают лишь украдкой. Да глаза, как яхты горят. Поцелуй названия не имею, поцелуй не надпись на гробах. Красной розой поцелую верю, лепестками тая на губах. От любви не требует поруки, с нею знают радость и беду. Ты моя, сказать лишь могут руки, что срывали черные, черные руки. Шагане ты моя, шагане. Потому что я север, что ли, я готов рассказать тебе поле. Про волнистую розу при луне, шагане ты моя, шагане. Потому что я севера, что ли, что луна-то в огромней сто раз. Как бы ни был красивший раз, он не лучше рязанских раздолий. Потому что я севера, что ли, я готов рассказать тебе поле. Эти волосы взял я уже. Если хочешь, на палец свяжи, я нисколько не чувствую поле. Я готов рассказать тебе поле. Про волнистую рожь при луне, по кудрям ты моим догадайся. Дорогая, шути, улыбайся, не буди только память во мне. Про волнистую рожь при луне. Шагане ты моя, шагане. Там на севере девушка тоже на тебя. Она страшно похожа, может, думает обо мне. Шагане ты моя, шагане. Откуда такая нежность? Не первые эти кудри, разглаживаю, и губы видала твоих темней. Откуда такая нежность? Сходили и гасли звезды, сходили и гасли очи у самых моих почей. Еще не такие звезды. Я видела ночью лунной еще не такие речи. Я слышала, венчаивая у нежность на самой груди певца. Откуда такая нежность? И что с нее делать, отрок, лукавый певец, Захожий с ресницами, нет линей. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами. Что никогда тяжелый шаг земной Не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной. И не играть словами, и не краснеть удушливой волной, Слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой, за то, что вы, меня не зная, сами так любите. За мой ночной покой, за редкость встреч с загадными часами, За наши, не гуляйте под луной, за солнце, не у нас над головами. За то, что вы больны, увы, не мной. За то, что я, увы, больна не вами. За то, что я, увы, не могу. За то, что я, увы, не могу. Теми актерами, которые входят в основную группу Крэбер. А это, так сказать, наше уже пополнение. Это те, кто нам дышит в спину. Вот. Но я хочу вам сказать, что сложно очень стать актером. И это было всегда сложно, во все времена. Потому что конкурс в театральные институты всегда очень большой. Конкурс в театральные институты очень серьезен. И стать студентом театрального вуза, это значит выиграть всероссийское соревнование. А для этого нужно приложить массу усилий. Нам нужно приготовить несколько программ, в которые должны войти проза, басня, стихотворения. Причем самого разного характера. Лирические стихотворения, комические стихотворения, ну и так далее. Драматические, трагические и прочее. Так вот, наш концерт и составлен из тех программ, которые будут читать наши молодые люди, уже комиссии театральные. И один из жанров, который они должны представить, это жанр басни. Сейчас вы увидите несколько работ вот в этом жанре. Наша студия, ваше внимание. Вперед! День именин, а может быть рожденья, был саяц приглашен к ежу на угощение. В кругу друзей, за шумной беседой, вино лилось рекой. Сосед поил соседа. И заяц наш, как сел, так смесно не сходя, настолько огосял, что, отвалившись от стола, с крылом сказал. Слой! Домой! Да ты найдешь ли дом, спросил радушный еж. Пойди, как ты, хорош. Уж ты будешь спать, пока не протрезвился. В лесу один ты пропадешь. Все говорят, что... Лев! Вокруг я верился. Что зайца убеждать? Зайтишь, казах, милел. Ну а что мне? Лев! Кричит. Да мне его бояться. Подозь вот сюда, мы с ним рассчитаться. Да я, сэнш-корь с него, спущу. И гола, в Африку, спущу. Покинуть же мы, думаю, качаясь меж стволов, как меж столов. Идет козой, шумит по лесу темной ночью. Идет козой, мы в лесах рей почистили его. Это от них летели клочья. Проснулся. Лев! Услышав пьяный крик, наш сайт в этот миг сквозь чашу протирался. Лев! Его забрать в них. Так вот, кто в лапы мне попался. Тогда-то ты шумел, мол, вон. Фух. Это я вижу пьян, какой-то грями нарезался. Весь хмель из головы царица вышел вон, стал отблизкать спасенью. Да-да-да-да-да-да-мы, да-да-да-да-мы. Позвольте объяснить... Я был в гостях сейчас. Там лишнего хватил. Ну все за вас. За ваших львят. За вашу львицу. Ну как тут было не напиться? И когти подобрав, Лев отпустил-ка особо. Спасен был хостынишка наш. Лев пьяных не терпел. Сам в рот не брал хмельного. Но обожал подхаливаш. И в гневе стал минаться. Нарушил тишину свирепый грозный рык. Какой-то зверь решил над львом поиздеваться. На львиный хвост он прицепил ярлык. Написано. Осел. Есть номер с дробью, дата и трублая печать. Рядом подпись чья-то. Лев вышел из себя. Как быть? Чего начать? Сорвать ярлык с хвоста? А номер? А печать? Еще придется отвечать. Решив от ярлыка избавиться законно на сборище зверей. Сердитый лев пришел. Я лев или не лев? Спросил он раздраженно. Фактически вы лев. Сказал шакал резонно. Но юридически мы видим вы осел. Какой же я осел? Когда не ем я сено? Я лев или не лев? Спросите кенгуру. Да, кенгуру в ответ. У вас, несомненно, есть что-то львиное. Но что? Не разберу. Осел! Что ж ты молчишь? Лев прорычал в светельник. Похож ли он на тех, кто спать уходит в хлеб? Осел задумался и выдвинул суждение. Еще ты не осел. Но ты уже не лев. Напрасно лев просил и унижался. От волка требовал. Шакал объяснял. Он без сочувствия, конечно, не остался. Но ярлыка с него никто не снял. Лев потерял свой вид. Стал чапнуть понемногу. То этим, то другим стал уступать дорогу. И как-то на заре из логовища льва Вдруг донеслось протяжное... Ира! Чего распелся ты так рано над крыльцом? Кукушка из лесу в скворцу прокуковала. Ах, если бы, кукушечка, ты знала! Я нынче стал отцом. Теперь мне в пору петь с рассвета до заката. Скворечники мои, пищат мои скворчата. Я полон гордости. Растет мой скромный дом. Вот невидаль, нашел же чем гордиться. Чем удивил ты, белый свет? По мне так лучше быть свободной птицей. А где несешься ты? В любом чужом гнезде. А где твои птенцы? Не знаю где. Везде. Да кто же их выводит? Других выводят. Я не из тех, кто в этом смысл находит. Семья мне не нужна. Я жить одна хочу. Куда задумаю, туда и полечу. Где захочу, там прокукую. Вот, форушка, тебе бы жизнь такую. Нет, отвечал скворец. Пример моих отцов показывает мне иметь весной птенцов. И надо же такому вдруг случиться. Пернатый хищник, старый вор, скворчатинкой задумав поживиться, явился как-то раз к моим скворцам во двор. Но грозно встретила его семья скворцов. Едва отбившись от птенцов, от отцов, разбойник улетел. А над весной опушкой он с одинокой встретился кукушкой. И все ж позавтракал! В конце концов! Кот Васька отмечал день своего рождения и принимал преподношения. Увидев дичь, что гость ему принес, хозяин пробурчал брезгливо, морща нос. Спасибо, брат, но только зря старался. Давно прошли те дни, когда мышами я питался. Уж ты меня, дружище, извини. Смущенный гость был удивлен бессмертно, что кот не ел мышей, а слышался, наверное. Хотел переспросить, но подали обед. Бет, сметану, масло, сын, печенка и баштет, колбасы всех садов и даже такую колбасу, которая нет в продаже. К столу все новые закуски подносили. Тимошка-кот наелся до ушей. Вот так, брат, и живем. Мурлы-кокот Василий. А отходимся, как видишь, без мышей. Когда бы у меня читатели спросили, о чем завел я в этой басне речь, я им ответил бы, что данный кот Василий жрал то, что должен был стеречь. А этаких котов, не ловящих мышей, из складовых пора бы гнать за шею. Шел он! Блока скопнула на два пута. Вот красота, плохой счастливая минута пережита. Но кто-то черник и с ней рядом свершит прыжок, как и она лиляет задом и чешет бок. Вот огорчение, вот тревога. Блоха, дуплет, четыре пута. Слава Богу, нахала нет. Блоха косится, побледнела. Чень тут и заслонила тело. Да на полкорпуса отстала моя блоха. Хлопы смеются. Проскакала. Чи-чи, чи-чи, чайка! И вот прыжок восьмипутовый. Блоха! Готова снесть. Блоха опустилась в риск фортовый, спасая честь. Но свет надрыва ей рой блошиный не простил. Блохой, мол, гуд, а не машиной. И умертвил. Блоха! Сердечный вздох печально бросил. Над трупом сим. Капут, блохе, прощения просим за сим. Двойной день начался барбос, который барбскую сердце на службу нес. Увидел старую свою знакомку. Жужу в кудрявую баллонку на мягкой буховой подушке на окне. К ней ластится, как будто в их родне. Он с уменением чуть не плачет. Вещи, вертит к хвостам и скатит. Ну, что, жужунка, как живешь с тех пор, как господа тебя в хоромы взяли? Ведь помнишь, на дворе мы часто голодает. Какую службу ты несешь? На счастье грех роптать. Жужутка отвечает. Мой господин, во мне души не чает. Живу в довольстве и добре. И ем, и пью на серебре. Резлю со сбарином. А ежели устану, валяюсь по коврам и мягкому дивану. Ты как живешь? Я! Отвечал пар полз хвост плетью, опустяй свой повесен нос. Но живу по-прежнему, терплю. И холод, и голод, и сперегаю, чехозяйский дом. Здесь под забором сплю, и в окну под дождем. А если не попадь за лаю, ты попали принимай. То чем же ты, Жужут, случай попал? Беседен бывший так и мал. Не с тем, как и я, и с кожей пусть попрасно. Чем служишь ты? Чем служишь? Вот прекрасно! С насмешкой отвечал Жужут. На задних лапках я хожу. Как счастье многие находят лишь тем, что хорошо на задних лапках ходят. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот, первый успех. Очень важный. Сегодня мы очень мало читаем, и это не секрет. Зарубежную литературу мы практически не знаем. Мы даже не знаем тех поэтов, которые работают от нас в 200, в 300 и в 400 километрах от нас. Ну вот, сейчас я хочу представить вам стихи Хуана Рамона Хименеса. Это великолепный испанский автор. Нобелевский лауреат. Стихи очень лиричные, стихи потрясающей красоты. И если вам удастся найти сборник Хуана Рамона Хименеса, прочтите. Очень хороший поэт, очень интересная лирика. Итак, Вероника Воробьева и Иван Шульжин. И я уйду, а птица будет петь, как пела, и будет сад, и дерево в саду, и мой колодец Белый. На склоне дня прозрачен и спокоен, замрет закат, и вспомнят про меня колокола окрестных колоколей. С годами будет улица иной. Кого любила я, уже не станет, и в сад мой забеленную стеной тоскуя только тень моя заглянет, и я уйду одна без никого, без вечеров, без утренника пели и белого колодца моего. А птицы будут петь, петь, как пели. Мы с тобой одни остались, ты и я в тиши балкона. Ты моей невестой стала этим утром полусонной. Вся природа сладкой лени, краски стерты, блёклы тени, серо-розовое небо, тускловатый свет осенний. И я к тебе приблизил губы, и не поднимая взгляда, ты подставил мне щёки, расставаясь, будто складом, пожелтевших листьев груды, на глухих садовых тропах, но ещё разлит повсюду аромат гелиотропов. Я назвал тебя невестой, ты молчание хранила, но из глаз меланхоличных две слезинки уронила. Поступая в театральный институт, претендент должен показать свои навыки в области вокала. Вот сейчас на эту сцену выйдет молодой человек, который претендует на звание будущего актёра музыкального театра. Он представит три произведения «Цезарь Кюри», «Царско-сельская статуя» и два произведения Александра Доргомышского, титулярный советник и Мельников, титулярный советник и Мельников. Аплодисменты. Титулярный советник, она генеральская дочь. Он скромно в любви объяснился, она прогнала его прочь, прогнала его прочь. Пошел титулярный советник, и пьянствовал целую ночь. И в финном тумане носилась бедня, генеральская дочь, генеральская дочь. Звучит песня. Чудо не сякнет вода, и сливаясь в зубе разбитой, Тепо над вечной струей вечно печально сидит. Аплодисменты. 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 Антон Живанов. Живанова, ты и вверх. Для того, чтобы обратить на себя внимание, комиссии театральной, необходимо, конечно, читать свежие, только что вышедшие литературные произведения. Ну, вот такие романы не часто случаются, в общем-то, удачные. Но вот совсем недавно, в прошлом году, Георгий Служитель написал забавный роман про кота Монос. И вот этот роман послужил нам для того, чтобы взять оттуда несколько фрагментов и вы сейчас с удовольствием их послушаете, потому что они очень забавные, комические, с хорошим юмором написанные. Вот. И я попрошу на сцену сейчас ребят, которые заняты в этом фрагменте. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Данила Авраевникова Данила Авраевникова АПЛОДИСМЕНТЫ Тимофей Чернышов АПЛОДИСМЕНТЫ Селин Вашинцентр АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Монос был харизматичным хатлом. Большая личность. Он жил в порту, гудил рыбу. Держал там небольшой, как он выражался, группу единомышленников. Короче, банду. У него было все. Власть, уважение, куча еды, дьявок и всякое всячное. Но в один момент он все бросил и стал актером. Представляешь? Услышал, что где-то неподалеку открылся кошече театр. Он пришел туда, сел и стал проситься к ним. День сидел, два, а на треть к нему вышел какой-то мужик с накрашенными губами, румяцем на щеках и в красном колпаке. Мужик посмотрел на мусор и попросил его изобразить все, что тот умеет. Момус изобразил все, что умеет. Тогда мужик снял с себя колпак и попросил мусор повторить все, что тот умеет. Момус повторил. И его сразу приняли в труппу. Он стал сенсацией. Момус поправил финансовые дела театра. Он объездил с театром полмира. Да что там, школьные автобусы выстраивались от третьего транспортного кольца банката, когда шли в спектакте с его участием. Они даже выпустили футболки и магниты с изображением мумусовой морды. Однако, как известно, театр ядовитый гадюшник, террарин. Ему все завидывали, строили козни, такие интриги. Но он повел себя верно. Не стал вступать ни с кем в конфликты, а просто создал партию, во главе которой поставил себя. И сделал так, чтобы артистам было выгодно дружить с ним и враждовать его неприятелями. Однако, на пике своей популярности, снявшись рекламе, какого-то корма Момусу сбежал из театра. Ему наскучили сцена и слава. А уткнувшись в свой рыжий хвост, кот Момус рассуждал. По ночам люди выглядят странно. Юноши пьют, чтобы быть старше. Взрослые мужчины, наоборот, напиваются, чтобы сбросить десяток лет. Про женщин и говорить не стоит. Их поведение диктует какой-то загадочный двойник, который под действием алкоголя выталкивает капитана корабля из рубки, запирается на засов и выкручивает штурвал, как бог на душу положит, пока судно не разобьется на полном ходу, а скалы. В общем, у людей полный разлад с чувством времени. Однажды я отдыхал на скамейке в начале Покровского бульвара. Там где-то в отдалении ругалась пара. Мужчина глухо матерился и ему отвечал женский визг. Потом мужчина ударил в собеседницу и быстрыми шагами ушел прочь. А девушка направилась в противоположную сторону. Она громко плакала и делала блатки из стакана с кофе, который сжимала обеими руками. А увидев меня, она остановилась, посмотрела по сторонам, закусила губной и выпрыжила весь кофе на меня. Говорят, кофе пьют, чтобы взбодриться, глянусь, ничто, и никогда не бодрила меня так, как этот отменный крепкий кофе. Аромат этот преследовал меня еще добрых две недели. Я взбился на два метра, полюсь по отрубе, я пихал как ловку солянку, на фириске, и остановился как тихий, сурогий зиня, где по преданию появился взгляд композитор с кряпин. К счастью, погода была дроглакой, кипяток не успел ошпарить мне шкуру. Я вернулся на большую полянку и был вынужден проводить целые дни в компании Игги. Это было невыносимо. Попугай окончательно спятил с утра до вечера он любовался на себя в зеркальце и только в продолжении этих нарциссических сеансов сохранял молчание. В остальное время Игги на все лады обзывал придурками целый мир. Но это бы еще с полбеды. Чтобы скрасить нам числины своего возвращения, хозяин придумал оставлять включенным радиоархей. Клянусь, это было ошибкой. Да, я люблю классическую музыку, но Игги он решил, что он певец. Нет беды в том, что кто-то не обременен талантом во сто крат хуже, когда этот кто-то совершенно не дает себе в том отчета. Пока радио моросило шапойным или шуманом, попугай еще помалкивал. Но чуть только разговаривали с первой такты какой-нибудь арии. Он начинал, что было муче выть и кричать. Он твердо положил стать певцом и был в своем решении непреклонен. Прерывался он только на короткие выпуски новостей, но потом снова возвращался к своим занятиям с утроенной силой. Ох, как же часто без таланности и трудолюбия шествуют под руку. Спасибо. Чувство юмора, конечно, или есть, или нет. И вот сейчас вы услышите еще один очень забавный рассказ Михаил Зощенко «Бабье счастье». Вероника Воробьева. Баба, милые мои, нынче жетишка. Крупно богатеют наши бабы, как сервасы катаются. Уж на что скажет наша знакомая тетя Анюша. Серая дамочка и та дьявол разбогатела. Главное по серости своей она ни разу и не разобралась в своем капитале. После только во вкус вошла, а сначала испужилась. Это ужасно как. А скрутила ее, милые мои, в январе месяце. В январе месяце ее скрутила, а в феврале месяце бежит наша тетя Анюша к врачу за бесплатным советом. Но как отчего ее скрутила? И не объелась ли она часом? Доктор постучал тетю Анюшу трубочкой и признает у ней беременность до на седьмом месяце. Очень от этих слов тетя Анюша расстроилась. Однако спорить и ругаться с врачом не стала. и пошла себе. И приходит она, милые мои, домой. Серая! Как подушка присаживается на стульчат и обижается на всех вокруг. Да что же у меня, граждане, происходит-то на земном шаре? Ну как же я теперь, и что, выйдите в положение, наниматься буду? Например, стирка или постирушка или полы мыть. А мне в это время с ребенком упражняться нужно. Так вот сидит тетя Анюша рыдает и не слушает никаких резонов. Соседи говорят, тут бабонька рыдать не приходится. Это, говорят, должна против того. Довольно счастливая случайность при вашей собедности. Это, говорят, небольшой, но верный капитал по нынешним временам. Вроде валюты. А на кого, межпрочем, думаешь-то? Тетя Анюша сквозь слезы отвечает. Одно слово, граждане, думать мне нечем. Либо дворник Мишка, либо торговец Четыркин. Либо Пашка, болотер. Одно из двух соседей говорят, беремилая, конечно, Четыркина. У Четыркина все-таки ларек. И может, он, Четыркин, рублей 300 зарабатывает. Сто рублей тебе, а остальные пущай пропевает хоть с горя. Стала тетя Анюша веселиться и чай на кладку пить. А после говорит, жалей граждане, что раньше не знала, я бы давно жила прилично. Так и разбогатела тетя Анюша. Сто целых в месяц ровно спец лопатой огребает. Худали! Еще один монолог. Антон Павлович Чехов. Как называется он? Комик. Комик. Чехов. Комик. Комик. Филат. Филат. АПЛОДИСМЕНТЫ Комик. Иван Акиноч Воробьев Соколов. Заложил руки в кармане своих широких панталон, повернулся к окну и устремил свои ленивые глаза на окно противоположного дома. Прошло минут пять молчание. Сколько! Зилу лень женю Марья Андреевна. Что же вы молчите Иван Акиноч? Коль пришли и помешали мне забрить роль, то хоть разговаривайте, несносные вы права. Ну собираюсь вам сказать одну штуку, да как-то неловко. Вам скажешь проста, по-российски, по-мужицки, а вы сейчас осудите и на скидь поднимите. Нет, не скажу. Ну что, держу мою язык козла. А о чем же это он собирается говорить? Восбужден. Как-то странно смотрит, переминается на Геннадию. Уж не объяснится ли в любви хочет? Беда с этими сорванцами. Вчера первая скрипка объяснялась. Сегодня всю репетицию резонер проспехал. Перевесили все отступы. Комик отошел от окна и подойдя к томуоду стал рассмотреть ножницы и баночку от губной помады. Так хочется вам сказать, обманюши. Вот скажешь проста безделикатеса по-российски, а вы сейчас мужик, немец, а то надо знать. Лучше смолчать. А что ему сказать, если он в самом деле начнет признаваться в любви? Не переставала думать инженюх. Он добрый, славный такой, талантливый. Но мне не нравится. Некрасив уж больно сгорбившись сходят, на лице какие-то валдери, голос хриплый. К тому же эти манеры. Нет, никогда. Комик молча прошелся по комнате, тяжело опустился в кресло и шумом потянул к себе газету со стола. Глаза ему забегали по газете словно ища чего-то. Потом остановились на одной букве и заврема. Господи мухи были проворчал все-таки веселее. Впрочем, у него глаза не дурны, продолжала думать он жених. Но что у него лучше всего, так это характер. А у мужчины не та важная красота, как душа, фу. замуж, пожалуй, за него можно войти. Но так жить с ним нет ни за что. Как он, однако, сейчас взглянул на меня, а сук чего-то орбеет, не понимая. Комик тяжело вздохнул и крякнул. Видно было, что ему тяжело стоило его молчание. Он стал красен, как рак, и покривил лицо в сторону. На лице его выражалось страдание. Пожалуй, с ним жить и так можно. Не переставало думать о нем жене. Содержание он получает хорошее. Во всяком случае, с ним жить лучше, чем с каким-нибудь опорусом капитаном. Право возьму и скажу ему, что я согласна. Ну, зачем обижать его бедного отказом, его и так горько живется. Нет, не могу, закряхтел комик, поднимаясь и бросая газету. Ведь это как у меня разанатинская натура. Пяните, бродите, а я вам скажу маленький древний. Да говорите, говорите, что такое? Молодушка, голубушка, ну, простите, великодушник, ручку целую голенно-преклоненно. На глазах у комика выступили слезы с горошиной величия ноль. Да говорите, дорогие, ну, что такое? Голубушка, не будет ли у вас левочки, вон, одни, душа горит. Верите ли, такие во рту после вчерашнего перебоя окиси, сапкиси и берегаися, что они антихемик не разберут. Верите ли, тут же ворочек и ворочек. Инженерия покраснела, нахмурилась, но потом спохватилась и выбила комику рюмку водки. Тот выбил, ложил и принялся рассказывать ане-кто-бли. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как говорят, Антона искупали платье. Есть стажеры, а есть волшебники. И вот сейчас на эту сцену выйдет настоящий волшебник. И тот, кто может быть примером для нас, начинающих, для тех, кто собирается только поступить на сцену. Сюда выйдет сейчас человек, который был солистом Туркменской оперы, солистом Санкт-Петербургской оперы. Человек, который много лет проработал солистом нашего театра, музыкальной комедии. И человек, которому руку пристал, он, наверное, половина Советского Союза. Потому что он объездил очень много городов и много сцен. Сейчас на эту сцену выйдет Батыр Алиев. Алия Олега из одноименной оперы Сергея Рахманинова на стеки поэмы «Цыгане» Пушкина. Вы, наверное, знаете и читали, что Рахманин написал эту одноактную оперу в течение 17 дней. Ему было тогда 19 лет, и это была его дипломная работа. Каким нужно быть гением, чтобы за такое короткое время написать такую красоту? Послушаем сейчас в исполнении Батыра Алиева Алия Олега. Весь табор спит, луна над ним полночной красотою грещет. Что ж, сердце медное трепещет, Какою грустью я томим. Я без забот, без сожаленья Веду качующие дни. Веселевно голый просвещенья Я волен так же, как они. Я жил, не признавая власти Судьбы коварной и слепой. Но, Боже, как играют строки Моей послушною душой. Земфира, как она любила. Как нежно преклонясь ко мне В пустынной тишине Часы ночные проводила. Как часто милым львитарем Упорительным апсарием Задумчивость мою Минуту разогнать умела. Я помню С некой Полной страсти Шептала мне рода Я тогда люблю тебя В твоей области Твоя полета навсегда И все тогда я забывал Когда лечом ее внимал И как безумный целовал Ее чарующие очи Коз чудных прядь темней ночи Уста земфиры Она вся не векой Страстью полна Прямо ко мне Глаза глядела И что ж И что ж Земфира Неверна Земфира Неверна Моя земфира Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok силы Неверна Глаза Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисвел 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 И какой Аплодисвел Я умный Аплодисвел наш концерт, наш разговор. И сейчас на сцену снова выходит наш молодой человек Даниил Авраненко. Он читает Маяковского на этот раз, да? Маяковский, он обязательный в программе, поэтому нужно что-то показать. Покажем? Ну, хорошо, давай. Скрипка! И сдергалась, упрашивая их, вдруг развелась так по-детски, что барабан не выдержал. Хорошо! 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 А сам устал, не дослушал скрипки на речи, шмыгнул на горящий кузнецкий и ушел. Оркестр чужо смотрел, как выплакивалась скрипка. Без слов, без такта. И только где-то глупая тарелка вылязгивала. Что это? Как это? А когда геликон, меднорожий, потный, крикнул, дура, плакса, вытри, я встал, шатаясь, полез через ноты, сгибающийся под ужасом пюпитры, зачем-то крикнул, Боже! Прыгнул на деревянную шею. Знаете что, скрипка, мы ужасно похожи, я вот тоже ору, а доказать ничего не умею. Музыканты смеются, в лигар пришел к деревянной невесте голова. А мне наплевать, я хороший, знаете что, скрипка, давайте будем жить вместе, а? АПЛОДИСМЕНТЫ В репертуаре нашего театра есть целый спектакль по стихам знаменитого серебряного века, и в том числе по стихам Николая Бумилева. Я предлагаю вашему вниманию стихотворение Николая Бумилева «Гиена». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Над тростником медлитель, медлитель, где носятся лишь бабочки да птиц, скрывается забытая могила преступной, но пленединой царицы. Ночная мгла несет свои обманы, встает луна, как грешная сирена, бегут белесоватые туманы, и из пещеры крадется гиена. Ее стенанья яростные грубы, ее глаза зловещие и унылы и страшные угрожающие зубы на розоватом мраморе могилы. Смотри, луна, влюбленная в безумных, смотрите звезды стройные виденья, и темный Нил, владыковод безшумных, и бабочки, и птицы, и растения, смотрите все, как шерсть моя дебица, как блещут взоры злыми огоньками. Не правда ли, я такая же царица, как та, что спит под этими камнями? В ней билось сердце, полное измены, носили смерть изогнутые брови. Она была такой же гиеной. Она, как я, любила запах крови. По деревням собаки воют в страхе, в домах рыдают маленькие дети, и хмурые хватаются филахи за длинные, безжалостные плети. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы уже заметили, что в нашем концерте очень много классики, и мы завершаем нашу концертную программу тоже классикой, и сейчас я приглашаю на сцену краярю Светлану Могоевренскую, приглашая сюда поближе стать Батыра и сам вот здесь буду стоять и читать вам Микаэла Юрьевича Лермонтова «Демон». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А далее вы услышите арию «Демона» из оперы «Рубинштейн» «Демон». Рисполнение Батыра Ариева. Высокий дом, широкий двор, седой гудал себе построил. Хлопот и слез он многих стоил, рабам послушным с давних пор. С утра на скат соседних гор, от стен его ложатся тени. С колен орублены ступени, они от башни угловой ведут к реке. По ним мелькает, одета белый и четрой, княжна, таматра молодая. Карагия ходит за водой. Всегда безмолвно на долины глядел с утеса мрачный дом. Но пир большой сегодня в нем звучит зурна и люцелины. Гудал, просватал дочь свою. На пир он созвал всю семью. На кровле, устанной коврами, сидит невеста меж подруг. Среди гор и песен их досуг проходит. Дальними горами уж спрятан солнце полукруг. В ладони мерно ударяя, они поют. И бубен свой берет невеста молодая. И вот она одной рукой, окружая его над головой, То вдруг помчится, лечит птицы. То остановится, глядит, и влажный взор ее блестит Из-под завистливой ресницы. То черной брови поведет, то вдруг наклонится немножко. И по голову скользит, плывет ее божественная ножка. И улыбается она веселье детского полна. Так луч луны, по влаге зыбкой, Слегка играющей порой, едва ли сравнится С той улыбкой, как жизнь, как молодость живой. Клянув с полночной звездой, лучом заката и востока, Властитель перстей золотой, И единственный царь земной Не целовал такого окра. Гарема, брызжащий фонтан, Ни разу жаркую порою своей жемчужной росою Не омывал подобный стан. Еще ничья рукам ладая, Помилу ночеву играя таких волос, Не расплела. С тех пор, как мир лишился рая, Клянусь, красавица такая, Под солнцем юга не цвела. В последний раз она пришла. Увы, заутро ожидала ее наследницу мудал, Прилоды резвую дитя, Судьба печальная рабыни, Отчизна чуждая поныне, И незнакомая семья. И часто тайные волнения, Темны от светлой черты, И были все ее движения так полны, Стройны выражения, Так полны нежной красоты, Что если б демон, Пролетая в то время, на нее взглянул, То прежние братья, вспоминая, Он отвернулся и вздохнул. И демон видел, На мгновенье неизъяснимое волнение, В себе почувствовал он вдруг, Немой души его пустыню, Напомнил благодатный звук, И вновь постигнул он святыню любви, Добра и красоты, И долга, Сладостной картиной он люболался, И мечты о прежнем счастье, Цепь длинной, Как будто за звездой звезда Принни не потеряса, Тогда не прошу. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 В своей жизни я просыпался несколько раз в другой стране. И в последний раз это случилось 22-го, 24-го. Да? 22-го. 22-го февраля, 22-го года. 24-го. Я стараюсь воспитывать своих учеников в духе гражданского понимания. Я стараюсь воспитывать их как личность. И именно поэтому мы заканчиваем свой концертный программ стихами классика Александра Сергеевича Кушкина, в которой есть наше всё, в которой есть наше всё, Волнение Литвы. Волнение Литвы? Оставьте! Волнение Литвы. 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 Гиримля. Волнение Литвы. Волнения Литвы. Спасибо. Я хочу слово предоставить человеку, который очень много знает о нашем коллективе и обо мне лично, даже страшно. Уважаемый Николай Трофимович, дорогие и замечательные дети, я думаю, что я выражу мнение всех, если я скажу, что этот концепт просто восторг. Я совершенно уместен, вдохновлен и создан с начала до конца так, что последний номер я смотрела и слушала стоя. Совершенно все уместно и замечательно. Дорогой Николай Трофимович, вы совершенно зря волнуетесь, вам в затылке дышат талантливые, восхитительные дети. Я думаю, что они смело понесут в жизнь, в мир, в свое будущее, все ваши заветы. Хочется пожелать театру Крэда, который я очень люблю, хочется пожелать ему дальнейшего процветания, добра, новых и новых дерзаний. Будьте всегда. Спасибо. 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 А теперь еще слово определяем человеку, который изнутри знает всю нашу работу. Это мама Вероники. Ну, в этом коллективе у меня дочь единственная девочка. Как получилось? Да, очень повезло. В этом году мы поступаем. Поступаем и хотим в Санкт-Петербург. Естественно, как любая мама, я очень волнуюсь, я очень переживаю, но от такой поддержки, которую Николай Тракимович сделал у себя в студии, я думаю, что у нас все получится. Мы обязательно поступим. А я хочу вас поблагодарить. Огромное спасибо от лица всех родителей за то, что вы вкладываете в наших детей. За ваш талант, который вы передаете и раскрываете в наших детях, тоже большую искорку. Берите, пока есть. Мы пользуемся уже второй или третий год, мы активно этим пользуемся. Огромное вам спасибо. От нас спасибо. Кто-то хочет еще сказать, может быть, приятное в День Международный День Театра. О, Нальчик? Не просто так. Кисловод, привет! Да, это будет вот так вот делать. Я вообще громкоговоритель, я вот без микрофона, наверное, меня будет слышно. Дорогие люди, я вас поздравляю. Сегодня великий день, день, который принадлежит искусству, театру. И я очень рада вам повезло, что ваш дебют состоялся именно в такой великий день. Я думаю, это огромный знак. Я так понимаю, что вы получили первое крещение поэм, первые аплодисменты. И это ваш первый шаг на эту большую сцену под названием «Жизнь». Я вам желаю удачи. И вам повезло в Десятерне, потому что вы учитесь у такого великого человека. Вот действительно, это такое счастье в жизни повстречать и иметь возможность общаться и учиться именно у Николая Трофимовича. Я взяла микрофон. Он даже не знает, сколько лет я его знаю. Я училась в институте, когда он еще был Пятигорским педагогическим институтом. А Николай Трофимович там преподавал на факультете дополнительных профессий. Я, поскольку с самого детства мечтала стать актрисой, сцена – это жизнь моя, просто огромная часть моей жизни. И он, когда пришел на факультет, я пришла в театральный. И я тогда сразу поняла, что я у этого человека хочу учиться. Но он, к сожалению, очень быстро ушел. Но жизнь нас пересекала, пересекала, пересекала. И, наконец, вот, наверное, года два назад уже пересекла окончательно. Мы друг друга нашли. Вот через год и через расстояние. Поэтому, конечно, моя благодарность к нему бесконечна. Потому что еще в юности он мне сказал, что это мое, это моя дорога. Он меня очень поддержал. И сейчас каждая работа с ним – это большая радость и откровение. Это человек, которого действительно можно черпать и черпать, учиться. Главное – человек открытый, наполненный. И меньше не становится его. А можно несколько, вот, четверостишая маленькая. Я не перебью впечатление, надеюсь, общее. Вот что такое сцена. Да, какой-то порой адский труд, несмотря на твое личное внутреннее состояние. Ты никогда не имеешь права его показывать на людях. Пришла и говорю. Как нынешнему снегу легко лететь с небес. В угоду февралю. Так мне, в угоду вам, легко взойти на сцену. Не верьте мне, когда я это говорю. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас участники нашего концерта. Пожалуйста, выйдите на сцену. Светлана. Да, конечно, конечно. Сейчас вот выйдут наши исполнители. И самые главные исполнители наши. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам. Спасибо. Ну а мне, по слову лица сотрудников библиотеки имени Горького, сказать огромное спасибо вам за этот дивный спектакль. Мы очень рады, что театр Кредо вернулся в нашу библиотеку, потому что нас с этим театром связывают долгие-долгие годы дружбы, крепкой дружбы. Вам, Николай Трофимович, огромное спасибо за ваш талант, за вашу волю, за веру в вас. За субженитетом, поставленного вы на этой сцене, первого на Кавказе. Да, это был первый спектакль здесь, и он состоялся на нашей сцене, на сцене нашей библиотеки. А вам, ребята, вы, ну, безумно талантливы, очень талантливы. Так этого не говорите, пожалуйста, я им скажу, как это талантливы. И я хочу вам просто пожелать, никогда не останавливайтесь на достигнутом. Идите вперед к своим вершинам, к своим звездам. И мы будем всегда рады видеть вас в нашей библиотеке. Спасибо огромное. Я не буду хвалить. Я скажу тогда, когда они поступят. И тогда я их поздравлю. Ну, в прошлом году трое было моих и трое поступивших. Ну, слава богу. Ну, друзья, я думаю, что лишних слов не надо. Молодцы, здорово. Растите. Предела росту нет. Спасибо. Предела у вас хороший. Наставник сам талантливый человек, очень талантливый. Я забыл сказать, Патер, извини, я забыл сказать, что ты наставник нашего вокалиста. Вот он стоит. У него, позавчера он со мной вместе в концерте пел в домике Алябьева. Это был 18-й урок всего вокала. Я рассказывал ему, что люди учатся по 10-15 лет, но иногда бесполезно. Надеюсь, наши с тобой занятия не пройдут в кустую дару. А вам я хочу пожелать сегодня, у меня двойной праздник, я еще служил во вну, еще в те времена были внутренние войска, сегодня был, раньше был день внутренних войск, а теперь день Росгвардии. Поэтому театр и Росгвардия идут в один день, в одно время, поэтому вас всегда будет защищать Росгвардия. Я хочу всех поздравить с прекрасным праздником, с замечательным праздником, потому что, как правильно сказал Николай Трофимович, вообще наша жизнь театра, это не он сказал, но все равно, да? И поэтому вам сегодня желаю здоровья в первую очередь. Никакой артист не будет творить в полную силу без здоровья, потому что если он будет думать о том, где у него поясница болит, или где у него там подбежали, белья болит, и еще что-то. Он наверняка не сможет ставить верхнее дое, если вдруг оно есть в партитуре. Так что здоровья всем! Вам! Вам! И вам! Спасибо, Ида! Любите ли вы театр? Да! А любите ли вы театр Крэдо? Да! Спасибо! С праздником всех!